А гид пробег по городу устроили байкеры Нижневартовского района. В этом году к ним присоединились гости из Словении. Парни в косухах ездили на мотоциклах, кричали моторами, побывали на Самотлорском месторождении. После чего устроили танцы на своих мотоциклах. На байкерских забавах побывал Иван Коченов. Усталость забыта, колышется флаг и снова копыта, как сердце стучат. В данном случае копыта это колеса байка. Они вместе с их хозяевами уже готовы дать жару всему Нижневартовску. Но почему-то от колонны отстал дядя Миша. Человек, который стоял у истоков байкерства в Нижневартовске, сознается, аккумулятор подвел. Такой подарок ему сделал железный конь за халатные отношения. Отношения основатель легиона обещал изменить. Ему же еще Соединенные Штаты покорять, правда, по индивидуальному графику. Остальные же легионеры пока собираются навестить друзей из стран Содружества. Клуб очень серьезно стал на дальнобой. Мы начали много ездить далеко. И многие наши члены клуба. В Казахстан я слышал поездки. Собираемся в этом году хорошей компанией в Казахстан. Нас семь человек с клуба едет в Казахстан. Кто-то едет на Украину, кто-то едет по Европе. Кого-то вообще он не остановить. В этом году, помимо преданных сургутян, тюменцев, томичей и омичей, пожаловали и братья-славяне, словенцы. Все в Словении байкеры больше пьют алкоголь, как сюда. Сюда все пьют минеральную воду, чай и кофе. Правильно, у нас только кофе и чай, во всяком случае, пока. Им же еще к детям ехать, подарки дарить. Держите. Ваня, бери, Ваня. Ваня, держите. Спасибо. Теперь еще один массовый старт на первую скважину. Такой колонны на Самотлоре еще не было. Более 150 байкеров, а еще их очаровательные спутницы, друзья, товарищи. Они помнят не только про свой юбилей, но и про день рождения родного месторождения. 45 ему стукнуло. Торжественное фото на память и вновь по коням. Радуйтесь, хозяева ближайших заправок. У воинов дорог кончилось топливо. Но как только они заправятся, их уже не остановить. Ну и венец дня, 10-часовые байкерские танцы. Писанные красавицы из дуэта Вилона уже завораживают движениями с мячком и скрипкой. Но это лишь часть большой музыкальной программы. В следующем году легионеры решили открытие сезона отметить скромно и в своем кругу. А вот для всех остальных нужно придумать что-то более эфирическое. Возможно, в середине лета что-то похожее на большой байкерский фестиваль. Целый год трудолюбивые байкеры планируют зарабатывать на это дело. Иван Коченов, Антон Черник, телекомпания «Транзит». Специально для информационной программы «День» в Нижневартовском.